Бельё, медикаменты и даже тактические носилки. Очередную партию груза готовят к отправке камчатским воинам-участникам специальной военной операции. Его формирует краевой депутат Татьяна Романова и инициативная группа камчатских женщин. Нормальный порыв, нормальная ситуация, когда наши ребята там на линии огня. Это наше дело. Здесь в тылу помогать. Всё, так, было всегда. Да, взаимодействуем с ребятами нашими, с командирами. И как только появляется возможность, сами лично доставляем. В знак благодарности за постоянную помощь и моральную поддержку военнослужащие присвоили женщинам позывные. Так Злату Тонышеву бойцы прозвали Золушкой. Мы для них уже стали как родные. То есть, они когда выходят на связь, они мне даже говорят, «Сестрёнка, привет, живы-здоров, я вот пришёл с позиции, либо они когда уходят, мы пришли с позиции, живы-здоровы, либо уходим, либо приходим. То есть, мы уже приучились друг друга, чтобы они всегда давали о себе знать». В этом году Злата не раз привозила военнослужащим по их заявкам необходимые предметы быта, одежды, лекарства, генераторы и техническое оборудование. Сейчас формируется очередная партия. Груз доставят и передадут из рук в руки нашим бойцам на передовой. «Вот сейчас в очередной раз отправляем ребятам гуманитарку, что они нам заказали. Там и бельё, медицинскую. Это помощь, носилки. Ну, такие лёгкие, чтобы с поля это бои вытаскивать раненых. Наладили отношения и с Москвой, и с Ростовом, и с Таганрогом. Ребята уже сами всё это получают и сами везут конкретно тем бойцам, которые нуждаются в этом». Инициативной четвёрке помогают неравнодушные камчатские предприниматели и общины коренных малочисленных народов Севера. Свою лепту вносят учреждения Корягского округа, окружная больница и туберкулёзный диспансер в Полане. Национальный ансамбль «Анкт» перечисляет деньги, заработанные на выступлениях. За содействие в доставке грузов камчатские женщины благодаря также руководству российских железных дорог.